Игра для джентльменов. Так называют регби. Здесь нет футбольных симуляций, игроки уважают друг друга и четко соблюдают правила. Иначе можно получить или нанести серьезную травму. Теперь этот спорт активно присутствует и в жизни Нижнего Новгорода. Сейчас развитием регби в Нижегородской области занимается новая федерация, созданная в начале 2019 года. Первым испытанием для нее стало первенство ПФО по регби-7, которое прошло в Дзержинске. А уже сейчас еще одна большая проверка – финальный этап всероссийских соревнований по регби-15. Чтобы выявить сильнейшего, в Нижний Новгород приехали 10 команд из разных регионов страны – от Москвы до Красноярска. Местных регбистов на этих соревнованиях пока нет. Турнир на Нижегородской земле проводят с прицелом на будущее. Будем набираться опыта. И в конечном итоге задача стоит не только провести этот турнир, сколько начинать растить свои кадры. И чтобы сейчас, в сентябре месяце, набрав 9-10-летних ребят в секции регби, со временем они выросли в команду мастеров и работали, и участвовали в таких же турнирах. Федерация регби Нижегородской области также планирует открывать новые секции по Нижнему Новгороду, Дзержинске, Кстово и других городах региона. Как отмечают тренеры команд, этот вид спорта в России с каждым годом набирает популярность, и в него начинают играть все больше детей. В связи с этим в городах появляются новые тренировочные базы, поля с натуральным покрытием. Это существенно повышает уровень игры команд. Каждым годом уровень соперников все время растет и растет. То есть, оно просто видно. Условия, видать, поменялись. Поле очень хорошее, а на натуральные поля лучше, потому что меньше травм в ней можно получить. Ну и сцепление, по мне, получше, чем в обычном поле. Ну и город сам приятный. Соревнования проходят в несколько туров. 22 июня завершится групповой этап. 24 и 25 июня плей-офф и финал. Артемий Катков, Ренат Бигбаев. Время новостей.